всем привет дорогие друзья сегодня хочу поделиться с вами рецептом вкуснейшего печенье без яиц готовлю трубочки с начинкой печенье получается невероятно вкусное тесто рассыпчатая хрустящая это очень простая и вкусная выпечка к чаю обязательно приготовьте такие трубочки я уверена они всем понравятся подготовлю начинку здесь у меня вишневый джем чтобы джем не вытекала из печенья я его загущу манкой у меня здесь вот такая мелкая манка 1 столовая ложка всыпаю ее в джем и хорошо перемешиваю если вы используете густой джем загущать его ничем не надо для приготовления теста мне понадобится просеиваю в миску муку и разрыхлитель для теста добавляю соль слегка перемешиваю в это тесто не идет сахар она получается такое универсальное его можно использовать для сладкой и не сладкой выпечки на крупной терке натру масло если вам не удобно натирать масло на терке вы можете порубить его ножом а затем просто растереть руками но на мой взгляд так намного проще периодически масло перемешиваю с мукой перемешиваю и перетираю масло с мукой до получения однородной крошки тесто здесь очень простое в него даже не идут яйца поэтому оно прекрасно подходит для тех кому нельзя яйца у меня на канале кстати уже есть довольно много рецептов которые я готовлю без яиц много выпечки и пирог с яблоками без яиц и другая выпечка добавляю в миску сметану я использую жирную сметану но сюда в принципе подойдет любая и добавляю одну чайную ложку экстракта ванили если будете использовать это тесто для несладкой выпечки тогда его не добавляйте и теперь быстро замешиваю тесто фактически можно сказать что мы его не замешиваем а как бы собираем вместе слишком долго месить это тесто нельзя иначе оно затянется и будет невкусным у меня все тесто собралось вот в такой один ком немного его вот так поджимаю перекладываю его в пакет и отправлю в холодильник минут на 10-15 тесто для удобства разделю на две части одну отправлю обратно в холодильник а вторую буду раскатывать в большой прямоугольный пласт стол подпыляю мукой тесто слегка также и раскатываю если надо можно дополнительно пользоваться мукой важно чтобы тесто не прилипало у меня получился пласт теста шириной примерно 30 сантиметров длиной 36 и толщина примерно 2 миллиметра слишком тонко я ничего не раскатывала разделю тесто на три полоски толщина каждой полоски примерно 10 сантиметров на каждую полоску теста выдавливаю начинку из кондитерского мешка немного не доходя до края с одной стороны и теперь сворачиваю трубочки тесто вот таким образом поджимаю накрываем тестом начинку и прокручиваю трубочку край теста зажимаю обязательно выкладываем трубочку швом вниз точно так же формую трубочки с начинкой из второго куска теста накрываю начинку и прокручиваю края теста защипываю трубочки с тестом переношу на подготовленный противень я его выстелила пергаментной бумагой обязательно укладываем швом вниз и точно так же формую трубочки с начинкой из второго куска теста все трубочки я перенесла на противень и теперь их можно немного вот таким образом прижать чтобы они не были такими слишком округлые а может быть чуть чуть более плоскими но это уже по вашему выбору как вы хотите обязательно следим чтобы трубочки лежали швом вниз и сейчас я все отправляю в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 25-30 минут конечно вы ориентируйтесь по своей духовке противень я ставлю на средний уровень включен верх и низ духовки песочные трубочки я достала из духовки выглядят они просто великолепно кое-где немного подтекла начинка но в этом нет абсолютно ничего страшного сейчас трубочки надо оставить остыть они очень нежные если вы сейчас их будете переносить они могут просто сломаться когда тесто немного остыло но трубочки еще остаются теплыми переношу их на доску теперь ножом пилочкой я разрезаю трубочки на печенье размер конечно выбирайте сами можно резать по диагонали как видите тесто такое крохкое такое вкусное вот такие великолепные трубочки с джемом получается таким образом я разрезаю все трубочки печенья получится много старайтесь разрезать пока тесто еще полностью не остыло теперь все очень просто все заготовочки я хорошо обваливаю в сахарной пудре тесто здесь совсем не сладкое поэтому сахарной пудры не жалеем получается вот такое очень красивое печенье и конечно необычайно вкусное оно такое слоеное хрустящее великолепное я желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита если видео вам понравилось ставьте лайки пишите комментарии делитесь им с вашими друзьями в социальных сетях и конечно подписывайтесь на мой канал людо изи кук позитивная кухня чтобы не пропустить новые интересные рецепты